Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа «Вести Карачаева-Черкесия» в студии Дарья Тензит. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов на этой неделе провел совещание с членами правительства по вопросу реализации в регионе приоритетных национальных проектов. В 2024 году Карачаева-Черкесия участвует в реализации 45 региональных проектов в рамках 13 приоритетных нацпроектов. На совещании были заслушаны доклады председателя правительства Мурата Аргунова, а также всех министров-кураторов профильных нацпроектов. Участники совещания подробно посмотрели текущую ситуацию, разобрали конкретные меры для улучшения работы по реализации проектов, особенно в вопросе качества и срока выполнения работ. Рашид Тимрезов подчеркнул, что считает эту работу одной из приоритетных задач на ближайшую перспективу. В настоящее время все профильные министерства тесно взаимодействуют с федеральным правительством по формированию новых национальных проектов, реализация которых начнется в 2025 году. Он также поручил правительству усилить контроль за качеством и сроками выполнения производственных работ в рамках текущих нацпроектов, чтобы обеспечить их стопроцентное выполнение. Контракт с Министерством обороны России заключила жительница Карачаева-Черкесии фельдшер Аиша Джаддоева. Она не только медицинский работник, но и чемпионка мира по вольной борьбе среди девушек. Аиша Джаддоева отправится на территорию специальной военной операции через два месяца. Сейчас она проходит подготовку. Аиша всего 26 лет, но она отважная и решительная. Занятия спортом воспитали в ней не только волевой характер, но и наделили хорошей физической формой и научили владеть своими эмоциями, телом и ничего не бояться. Отец Аиша Джаддоевой военный, и это один из факторов, который повлиял на ее решение. Примером для своих детей, у меня мальчики, чтобы когда они вырастут, они знали, что неважно, мужчина ты или женщина, но мужество должно быть внутри тебя. А сколько и мальчик? Старшему 5, младшему 3,5. Отец у меня служил 15 лет, он военный, он не хотел свою дочь отпускать. И мама была не против, она знала, что если я решилась, значит все, я до конца пойду. В зону специальной военной операции ребятам из Карачаевска отправлены две тонны гуманитарной помощи. Груз был тщательно сформирован по заявкам военнослужащих. В него вошли медикаменты, одежда, оборудование, лопаты, кирки, газовые печки, саперные лопаты, продукты питания и средства личной гигиены, а также тысяча бутылок целебного нарзана. Мэр Карачаевского городского округа Марат Урусов отметил, что работа по поддержке военнослужащих не прекращается. Конвой с гуманитарным грузом прибудет в ближайшие дни. Уверен, что горный родниковый напиток передаст тепло родной земли, поддержит здоровье наших бойцов и напомнит, что Родина заботится о них, верит и ждет их возвращения. Напомним, что гуманитарная помощь нашим военнослужащим, находящимся на передовой, регулярно отправляется с первых дней специальной военной операции. Вся работа ведется в рамках деятельности Единого республиканского штаба по оказанию помощи военнослужащим и их семьям, созданного по инициативе главы Карачаевой Черкесии Рашида Тимрезова. Уже направлено более 1 тысячи тонн груза в зону проведения спецоперации. Председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты России, заместитель генерального директора ВГТРК, руководитель регионального департамента Рифат Сабитов, отметил, что аудитория вестей значительно помолодела. По его мнению, это связано в том числе с проведением СВО. Продолжение следует... ...нашим общим задачам должна быть, и она будет всегда. Это правильно. И, наконец-то, на телевидении появилось много таких программ. Сегодня практически каждая семья, наверное, каким-то образом имеет отношение к специальной военной операции. У кого-то сын служит, у кого-то отец, у кого-то племянник, родственник и так далее. К сожалению, у меня племянник погиб на СВО. И поэтому нам действительно не безразлично, что же происходит в обществе. И в этом смысле сегодня наши информационные программы очень востребованы. И выросло новое поколение людей, которые вдруг повернулись лицом к новостям. Ведь был период, когда молодые люди не смотрели телевизор, не смотрели, скажем так, информационных программ, общественно-политических. Сегодня они смотрят, потому что они хотят знать, что же происходит вообще в стране, в мире. Это довольно тонкое искусство, уметь им, о чем вы правильно говорили, все правильно и оперативно и быстро рассказать. Это очень важная задача, собственно, и миссия, и в том числе моих коллег в регионах, за это отдельное спасибо. Рассказывать о героях специальной военной операции, о людях, которые возвращаются. И, в общем, как бы пафоса не звучала, да, уверенные нам инструментами воспитывать патриотизм в любви к родине. Сейчас о погоде на выходные, после мы продолжим выпуск. Расск. Расск. Меньше двух недель остается до выборов депутатов регионального парламента. В настоящее время представители избирательных участков приглашают жителей принять участие в важном событии. За их работой наблюдал корреспондент Артур Мхце. Представители седьмого избирательного участка региональной столицы заполняют пригласительные листки, чтобы каждый из более чем двух тысяч живущих в округе человек не пропустил важное для дальнейшего развития Карачаево-Черкесии событие. Заполнив все необходимое, члены комиссии лично обходят многоэтажки, приглашают людей принять участие в голосовании по определению нового состава парламента нашей республики. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы члены избирательного участка номер семь. Пришли вас пригласить на выборы народного собрания. Ага. Спасибо. Выборы будут проходить шестого, седьмого, восьмого. Ваш избирательный участок, вы знаете где? Да, седьмого, в детский садик. В детский садик 31. Все, ждем вас. На бюллетене также у вас написаны номера. По всем возникшим вопросам можете позвонить, вам все ответят. Хорошо. Благодаря таким визитам потенциальные избиратели узнают, когда и куда им можно прийти в дни голосования, какие документы необходимо иметь при себе, как им быть в случае неожиданного отъезда в другой регион или населенный пункт и многое другое. По указанным на пригласительных телефонам людям будет предоставлена полная информация по любому вопросу, касающемуся предстоящих выборов депутатов Народного собрания Корчаево-Черкесии. Раньше, например, были случаи, когда не всегда люди, избиратели были в курсе, куда они должны прийти. Да, было, было. А сейчас удобнее вот так, когда приходят и приглашают. Спасибо девочке, что пришли, пригласили. В основном нас встречают с душой, добродушно относятся люди, все-таки большая часть, особенно пенсионеры, они очень любят, они очень ждут, пока мы к ним придем, потому что из года в год мы уже свои участки знаем, своих пенсионеров знаем, мы каждый год к ним ходим, они вот даже, когда подходит срок уже к выборам, но все равно где-то что-то, они уже нас ждут и говорят, ой, вы уже пришли к нам, и как хорошо. Выборы депутатов в парламент республики, а также в законодательные собрания рядом муниципальных образований пройдут с 6 по 8 сентября. Артур Мухцелий Бастанов, Вести, Корочаево-Черкесия. Отделение социального фонда Покорочаево-Черкесской республики осуществляет специальную социальную выплату для более 3,5 тысяч медицинских работников региона. Выплата полагается медикам первичного звена здравоохранения, центральных районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи. Напомним, с марта этого года по поручению президента России размеры ежемесячных социальных выплат для отдельных категорий медицинских работников, которые трудятся в сельской местности, районных центрах и малых городах, повышены. Выплату в увеличенном размере отделение социального фонда республики перечислило медикам Корочаево-Черкесии уже в апреле. Размер назначаемых средств составляет от 4,5 тысяч до 50 тысяч рублей в зависимости от категории, специалиста и вида организации. Для получения выплаты медработникам не нужно самостоятельно обращаться в региональное отделение социального фонда, подавать заявления или справки. Об этом сообщил управляющий отделением Аслан Озов. По всем возникающим вопросам можно обратиться к специалистам социального фонда по телефону горячей линии 8 800 200 02 61 в рабочие дни с 8 до 17 часов. Сотрудники госавтоинспекции провели в Черкесске ежегодную акцию. Дети собираются идти в школу. Полицейские призывают родителей неоднократно напоминать своим детям о правилах безопасности поведения на дорогах. Подробнее расскажет Майя Хамдохова. Сотрудники дорожной инспекции в Черкесске проводят ежегодную акцию «Дети собираются идти в школу». Таким образом, сотрудники ГИБДД напоминают детям и родителям о важности соблюдения правил дорожного движения, об ответственном отношении к себе и к окружающим людям. Раздаваемые листовки содержат важную информацию о правилах перехода дороги, об использовании светоотражающих элементов одежды и об опасности игр на дорогах, которые помогут детям быть внимательными и предусмотрительными. По статистике, август является самым аварийным месяцем летнего периода, говорят полицейские. Дети и родители возвращаются с мест длительного отдыха, немного позабыв о правилах пешеходного перехода на дорогах, о важности их соблюдения. Сотрудники ГИБДД призывают родителей предостеречь детей от неприятностей на дорогах, помогая и показывая первоклассникам маршрут от дома до школы и обратно. Буквально через неделю начнется учебный год новый. Хочется провести такую... Посему мы проводим сегодня такую акцию, направленную на популяризацию использования светоотражающих элементов на одежде, на брелочки, это у нас стикеры, которые крепятся на одежду, на аксессуары, рюкзачки, портфели. То есть это элементы, которые будут делать деток в темное время суток более заметными. Правила существуют, чтобы их не нарушать. Профилактические беседы с будущими первоклассниками и их родителями. Раздача информационных буклетов и светоотражающих элементов на одежде привлекают внимание детей, тем самым проявляя у них интерес к выполнению и соблюдению безопасности на дорогах. Инспекторы ГИБДД отмечают, что нет ничего лучше практических уроков, поскольку именно они позволяют детям лучше усвоить дорожную азбуку и отработать навыки безопасного поведения на дороге и на улице. Как вы переходите дорогу на улице? Если на велосипеде, то мы слазим с него, естественно. Ну а с пешком, естественно, смотрим по сторонам. Скажите, а были ли у вас случаи, когда вас останавливали сотрудники ГИБДД за нарушение правил? Нет. А у вас нет? Нет. То есть все соблюдаете правила дорожного движения. А вот то, что вам раздали сегодня, что это значит, знаете? Да, это означает, чтобы мы соблюдали правила и их, естественно, не нарушали. До начала учебного года осталось не так много времени. Вместе с повторениями школьной литературы Дорожная инспекция Черкеска призывает не только вспомнить о правилах перехода на дорогах, но и не забывать об этом ежечасно. Чтобы они в обязательном порядке на постоянной основе проговаривали, казалось бы, вот эти простые правила дорожного движения, которые нужны нашим детям, чтобы они повторяли с ним правила пересечения проезжей части, чтобы они сами в обязательном порядке, как полагается, пристегивали своих детей, на своем личном примере показывали, как это нужно делать, чтобы сами обязательно пристегивали. Майя Хамдохова, Ринат Муков, Вести, Карачаево, Черкесия. Субботний выпуск Вестей подошел к концу. Я с вами прощаюсь. Приятных выходных, отличного отдыха и незабываемых впечатлений.